Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. В России ряд компаний перестали направлять все силы для того, чтобы снабжать Европу и другие страны важными товарами. Лично для меня очевидно, что новая экономическая концепция оставляет стороне наивность и ставит прагматизм во главе угла. Намерение всем понравиться за бочку нефти, безвозвратно осталось в прошлом. Такая модель показала свою вторичность и неэффективность, но была необходима для переходного периода. Постоянное стремление присвоить российские коммерческие грузы дополнилось намеренным созданием трудностей с банковскими транзакциями. Канада тоже присоединилась к этой линии и теперь получает первые неутешительные результаты. Торговля между нашими странами сведена к нулю, а значит они больше не могут выкачивать наши ресурсы. Хотя это далеко не самые главные последствия. Нужно признать, что товароборот всего 2 миллиарда долларов в денежном выражении – это не самый большой профит. Понятное дело, что им от нас нужны были одни лишь ископаемые. Канадским компаниям принадлежали серьезные активы в нашей металлургии, в том числе в золотодобывающей отрасли и в других сферах экономики. Лишившись всего одного завода автокомпонентов «Магна» в России, канадцы списали почти 40 миллиардов рублей убытка. Представляете, сколько еще такого будет? Посмотрев на экспортный список, можно увидеть привычные группы товаров – металлы, полуфабрикаты для химического производства, нефть, удобрения. Очевидно, что для России продавать сырье в другие страны гораздо проще, чем Канаде найти недорогие товары на стороне, чтобы заменить наши объемы. Но самое главное – они потеряли российский рынок, а это не менее важно. Я бы не стал называть торговлю между нашими странами архиважной, она составляет всего 0,1% в общем зачете. В любом случае, мы находимся однозначно в более выгодной ситуации. К тому же, раньше наше сырье попадало в Канаду почти бесплатно из-за обязательств, взятых на себя некоторыми российскими владельцами, чтобы у них кораблик и ветхий сарай в Лондоне не конфисковали. Теперь эта схема больше не работает. Что Канада покупает в России? Химическая продукция – 45%, металлы – 24%, нефть, минеральные продукты – 13%, древесина – 10%, продовольствие – 5%. Россия в ответ на санкции просто перекрыла поставки в Канаду, никто не хочет, чтобы у него отобрали грузовое судно вместе с содержимым. Теперь в РФ принципиально не будут создавать благоприятные условия для компаний из некоторых стран, чтобы максимально лишить их возможности обогащаться в нашей стране. Вот поэтому в России и свели к нулю торговлю. В Канаде специально создают серые обходные схемы для почти бесплатного отъема ископаемых, но вся эта оказалась не работающей, никто им ничего не везет. А теперь давайте подумаем, могли ли в Канаде получать российское сырье через британские и американские фирмы? На это как раз и была основная ставка, но все оказалось гораздо сложнее и в итоге хитрецы все скопом остались у знаменитого пушкинского разбитого корыта. Для этого в России заботливо запретили иностранцам владеть активами в нефтегазовой отрасли, чтобы зарубежные управляющие не принимали решения в интересах чужих государств. Отныне в Канаду из России не повезут товары просто из принципа, что Канада продавала России. Оборудование, машины, 46%. Изделия химической промышленности, 32% изделия из металлов, 10%. Готовые продовольственные товары, 10%. Естественно, все это теперь нам не нужно, купим в другом месте, тем более там нет ничего уникального. Инициаторами последовательного прекращения поставок выступили, конечно, в Канаде. Там присутствовала уверенность, что российские металлурги примут условия и пойдут на использование серых схем, чтобы отдавать все за медный грош без документов под видом сырьевых заготовок. На это была ключевая ставка и казалось, что она на 100% сработает. Однако вместо того, чтобы принять новые канадские правила, российские торговцы вдруг взяли курс в другие страны и это произошло почередно по всем ключевым видам товаров в двухстороннем товаробороте. Разве сложно продать удобрения и металлы на международных рынках в других странах? В Европе в последнее время ситуация критическим образом меняется. То, что еще вчера считалось немыслимым, сегодня вполне себе становится реальностью, например, присваивание российских денег и объектов энергетики. На этот раз в спор вступили компании из Финляндии и Швеции из-за оборудования, которое предназначено Россией. Суть проблемы заключается в следующем. Финская компания Fortum нанялась у подрядчика из Швеции фирму Vestas на поставку оборудования для ветряных электростанций в России, но, как водится в Европе, они деньги получили, а работу делать не хотят. Якобы соображения им не позволяют. Я понимаю, что в некоторых случаях выгодно воспользоваться возобновляемыми источниками энергии, например, на удаленных объектах, поэтому услуги финской компании Fortum были востребованы в России, они работают в нашей стране с 2018 года. Российское отделение финской компании успело нарастить за это время более одного кфт, то есть они за свои деньги строили энергостанции, получая в том числе некоторое финансирование от российских коллег и получают прибыли от этих объектов. Когда в Европе начали оказывать экономическое давление, сотрудничество в сфере энергетики с нашей страной было приостановлено и так получилось, что шведская компания Vestas получила 200 миллионов евро за 50 витряных турбин, а отдавать их не захотела. Ситуация интересна тем, что контракт был оформлен еще до начала европейского сорвавшегося экономического Блицкрига, казалось бы имеются все основания для выполнения договорных обязательств. Но в Vestas категорически отказываются от своих обязанностей и решили просто присвоить деньги себе. В Европе так часто делают. Я бы не стал надеяться, что стокгольмский арбитраж удовлетворит требования Fortum, касающиеся поставок оборудования в Россию, в шведской Vestas им просто пообещают пару турбин на огород и дело задвинут под сукно. Да вот только финнам в таком случае придется из своего кармана выплачивать деньги российским заказчикам и разбираться тут уже будет басманный суд Москвы. Надеюсь, вы понимаете, что активы финской компании в России просто отберут на данную сумму с учетом процентов и штрафов за просрочку договора. С учетом потерянного времени и прочих обстоятельств сумма может увеличиться вдвое. Конечно, Стокгольме будут максимально затягивать процесс, чем дольше они будут тянуть с решением, тем больше финской фирме придется платить компенсацию российским компаниям-заказчикам. Поэтому в Финлянде требуют у Швеции как можно скорее вернуть деньги или поставить оборудование, потому что прекрасно понимают, что каждый день просрочки им очень дорого обойдется. В принципе, турбины Швеции тоже не помешают, ведь там за все десятилетия сумели газифицировать лишь 1% домохозяйств, что, конечно, очень низкий и смешной показатель, ведь, например, в России газификация составляет более 72%. Кипри требуют от России не присваивать МАКФу и все, что нажито непосильным трудом. Российские владельцы компании раньше считали своим долгом вывозить сырье за рубеж по заниженной стоимости, именно для этого их назначили на должность миллиардеров. Помимо ресурсной составляющей, выгодно снимать денежные сливки с отрасли переработки. История входящего в мировую пятерку производителя макарон МАКФа будет весьма поучительной для офшорных хозяев. Раньше им доставалась основная финансовая прибыль, а теперь деньги нагло будут идти мимо их загребущих рук прямиком в российскую экономику. Расширение перерабатывающей инфраструктуры в России напрямую противоречит экономическим интересам европейских компаний и всячески блокировалось через советы директоров крупных концернов. МАКФа была примером контроля со стороны Кипра и Нидерландов и есть ли гарантия, что они думали не только о себе, все бы ничего, да вот только по делу там проходит бывший губернатор Челябинской области Юревич, а также бывший депутат Вадим Белоусов. По версии генпрокуратуры они использовали свои должности для обогащения и рассчитывали на срок давности по экономическим делам. Теперь такой срок отсутствует, это причина восстановления дела. Иностранным организациям нужно было придумать рычаги, чтобы постоянно влиять на российские фирмы и заставлять их выполнять любые требования. И эти рычаги были найдены, регистрация в офшорах на Кипре или Британских островах давала возможность уходить от налогов и управлять владельцами через финансовые схемы словно по щелчку пальцев. В настоящее время у МАКФы заблокированы все счета. Сведения в реестре и право собственности не могут быть изменены по решению Челябинского суда. По делу проходит 34 юридических лица, там много компаний. Не удивлюсь, если выяснится, что существенная доля полученной прибыли выводилась за границу. Кипрская сула Гранти и ЛТД не заинтересована в том, чтобы МАКФа ушла из-под ее управления и, естественно, они требуют не конфисковывать активы. Целые топло адвокатов пытаются сохранить право владения концерном за иностранцами и бывшими чиновниками, которые давно не живут в России. Арестованные активы и акции компании СМАК, Долговская, Первый хлебокомбинат, Новая пятилетка, МАКФа, Челябинскоблгаз и многие другие.